Ежегодно 29 мая по всей планете отмечается как Всемирный день здорового пищеварения. Специалисты пытаются привлечь внимание общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Один из них — правильное питание. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Залогом хорошего самочувствия, энергии и отличного настроения является правильное питание. Мы есть то, что мы едим. Удивительно верное утверждение. Всё, что необходимо человеку для нормальной и здоровой жизни, он получает из пищи. Мы решили узнать у тверичан, что для них правильное питание и какие продукты нужно употреблять. Рацион должен быть разнообразный. Питаться надо вовремя, то есть когда хочется кушать. Если хочется мяса, желательно, чтобы оно было не очень жирное. Насчет овощей тоже всё индивидуально. Если нравится капуста, значит есть капуста. Я, например, люблю капусту. Ну, примерно так. Ну и фрукты. Я очень люблю фрукты. Вот сейчас лето. Как бы всего хочется попробовать. Ждём, когда черешня появится. Чем как бы разнообразнее и вкуснее, тем, наверное, удовольствия больше. Ну и жизнь прекраснее и дольше. Правильное питание. Это сейчас, знаете, что? Это чтобы была говядина. Дальше овощи, фрукты. Надо кушать белки, углеводы и жиры, чтобы набирать мышечную массу, клетчатку, много кушать. И вот правильное питание. Ну, чтобы поддерживать здоровый образ жизни, чтобы мышцы, всё, поддерживать диету, если она нужна. Вот. И ну просто для здоровья как раз она будет. Необходимо, да. Обязательно. В разумных пределах. Слишком зациклись на правильном питании. Это просто скучно, грустно и никаких эмоций. Иногда надо позволять себе неправильно. Иногда надо съесть тортик, да. Полезные углеводы, белки. Поменьше сладкого. Для хорошего здоровья. Для инвестиций в будущее своего здоровья. Большинство тверичан считают, что основа правильного питания – фрукты, овощи и мясо. Врач-гастроэнтеролог Вероника Леонтьева рассказала употребление каких продуктов способствует здоровому пищеварению и хорошему самочувствию, учитывая особенности нашего региона. В нашем рационе присутствует пища животного происхождения. То есть это нежирные сорта мяса, телятина, говядина, курица, кролик, индейка, рыба, сыр, творог, кисломолочные и молочные продукты до 3,5% жирности. Ну и, конечно, углеводы, такие как макароны, картофель, гречка. Концепция рационального питания основана на том, что питание призвано давать человеку все компоненты и вещества, необходимые для полноценной активной жизнедеятельности, продлевая этот период и укрепляя здоровье человека. Рациональное питание должно быть полноценным, разнообразным по продуктам и видам блюд, сбалансированным по компонентам в зависимости от возраста человека, вида его деятельности и состояния здоровья.